Никольская церковь села Шестаково в Слободском районе в нынешнем году переживает второе рождение. Одним из знаковых событий для храма стало открытие доселе неизвестных старинных росписей. Об истории становления церкви и уникальной находке в специальном репортаже Миланы Поварницыной. Через три года Никольской церкви исполнится 250 лет. Эти стены таят в себе сохранившуюся в веках красоту и богатую историю создания храма, полную удивительных открытий. Она когда-то была двухпрестольной. Почему? Потому что как бы вобрала в себя две деревянные церкви по названию Михаила Рахангела и Никольская. И вот эта каменная церковь существовала двухпрестольная примерно до середины XVIII века. А уже в середине XVIII века был пристроен еще один престол, Южный престол, а Южный был Святого Георгия. И таким образом церковь как бы стала симметричной. В центре одна церковь и две церкви ее как бы вот так вот обнимали. Сегодня на том месте, где памятным курганом расцвел цветочный ковер, была колокольня. Ее построили в XVIII веке. Она была соединена с храмом, переходом галереи. Ее автор – знаменитый архитектор Иван Аполлонович Щерушин. У меня есть предположение, что когда он строил колокольню, он, наверное, совершенствовал и Южный предел. И, возможно, тогда появились эти росписи. А пока не обнаружили удивительной росписи, храм святителя Николая был долгие годы в запустении. Местные жители приходили сюда отнюдь не на молебе. В церковных стенах размещался сельский клуб, где до недавнего времени проводили дискотеки. Все изменилось, когда появились активные неравнодушные люди. Священники Евгений Смирнов и работники архитектурного центра Вятского государственного университета. Последние разработали проект реконструкции храма. После прихода в Вятскую епархию владыки Марка настоятелем Шестаковской церкви был назначен игумен Иов. Началось активное возрождение Южного предела. Тогда и засияли освобожденные из-под грязных наносов времени лики святых. На месте, где сейчас находится иконостас, была стена утепленная. И когда мы решили восстановить алтарную часть, то начали разбирать стену. И вот эта толстая часть стены, верхняя сама наклонилась внутрь алтаря. И открылись росписи алтарной части. Работники церкви решили все разобрать, после чего полностью открылся алтарь. В нем частично сохранилась фреска «Тайная вечеря». Мастер начал очищать Южную стену от мелового покрытия. И над окнами он вдруг обнаружил орнамент, напоминающий хохламскую роспись, где в центре была молитва. После недели кропотливой работы открылись травы, цветы и лик младенца. Вскоре роспись перестала перед восхищенными взорами священников и прихожан во всем своем великолепии. Изображается на этой росписи Господь наш, Спаситель Иисус Христос. Здесь он поучает народ израильский, преподает им свое божественное слово и благословляет детей. И вот под этой росписью такая надпись. «Ижащи не примет Царствие Божие, яко отрача». То есть мы должны уподобиться детям в простоте выскренности, чтобы наследовать Царствие Небесное. Эти слова стали Божьим благословением на восстановление церкви и возобновление служб. А сама фреска – новое явление Христа народу. Отметим, что подобных росписей в вятских храмах много. Чудо то, что она сохранилась в столь большом объеме. По мнению специалистов, это академическая роспись, и делал ее в XVIII веке мастер высокой квалификации. Картина выполнена просто совершенно, но по стилю наложения и яркости красок видно, что роспись делал не иконописец, а художник. К сожалению, архивы церкви сгорели, и фамилия художника неизвестна. Но старожилы утверждают, что раньше была расписана вся церковь целиком. И действительно, открывшаяся картина – не единственное чудо. Под куполом церкви тоже сохранились старинные росписи. Их вид также поражает своим великолепием. Хотя здесь были разбиты окна, и многие десятилетия росписи подвергались разным перепадам температур, и влага, и мороз. Но, по милости Божией, Господь сохранил эти древние росписи. Сегодня, кроме храма и росписи, сохранился и в целом архитектурный ландшафт этой местности. Комплекс уникален еще и потому, что здесь когда-то располагалось первое поселение-крепость. 5 августа в церкви отслужили первую в этом веке божественную литургию. И наступит час, когда Никольский храм вновь будет каждый день принимать в свои пределы местных прихожан. Милана Поварницына, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.